всем доброго времени суток сегодня мы с вами вяжем ушку royal quill wing вот такая мушка у нас получится по окончанию нашего видео что же сейчас я уберу мушку и приступим к вязанию крючок мы будем использовать стандартный для сухих мушек я буду использовать arx fw 502 12 номера устанавливаем крючок в губки тисков и приступаем к монтажу также буду использовать монтажную нить черного цвета semper fly наносил 180 навощим немного монтажную нить и зафиксируем около колечка не доходя примерно миллиметр до колечка фиксируем проматываем виток к витку до середины цевья примерно тем самым мы формируем подложку для чего нам нужна эта подложка для того чтобы при монтаже сейчас крыло крыло у нас никуда не переворачивалась было более надежно зафиксировано в одной точке и также витком к витку возвращаем монтажную нить примерно полутора миллиметрах от колечка здесь у нас будет точка крепления нашего будущего крыла мушки даже можно еще один виток убрать примерно где-то в данной точке крыло мушки выполняется в стиле quill wing для этого нам потребуется пара перьев я взял маховые перья фазана такая вот пара мы будем выбирать вырез с одной стороны с одного пера точнее и с противоположного сейчас я сделаю вырезы и вам покажу вот такие два у нас с вами получилось выреза сейчас их сложим вместе и установим на цевье складываем вместе таким образом чтобы снизу у нас оказалась более длинная часть наших вырезов сложили вместе подправили отмерили длину длина будет примерно равна длине цевья монтажную нить закручиваем против часовой стрелки чтобы в дальнейшем нить когда мы будем накидывать петлю стремилась лечь в сторону наших пальцев так удобнее будет отмеряем длину поправляем все подносим к точке крепления набрасываем нашу монтажную нить делаем петлю и аккуратно затягиваем один оборот два три и немного немножечко проматываем в сторону загиба проверим чтобы у нас все было ровно по цевью у нас вы видите все ровненько по цевью и теперь окончательно придерживая пальцами фиксируем остатки материалов на цевье промотав примерно полтора миллиметра излишки мы отрежем отрезаем под углом делаем это для того чтобы сделать более плавный переход тела мушки монтажные терапии опять можно раскрутить до плоского состояния и зафиксировать уже остатки на цве тщательно их закрываем и возвращаем монтажную нить обратно к нашему крылу теперь наши крылья надо перевести в более вертикальное положение для этого мы пальцами просто поднимаем крылышки вверх немного отгибаем назад и делаем такую ступеньку перед крылом чтобы наши крылышки смотрели вертикально вверх вот образом поправляем и монтажную нить вводим немного назад теперь разведем крылья даббинговой иглой помправляем монтажную нить и делаем их восьмеркой друг от друга таким вот движением и опять немного уберем монтажную нить назад Поправляем окончательно Разводим по сторонам Смотрим, чтобы было все ровно Проверили, что у нас крылышки стоят Ровно Никуда не заваливаются И теперь мы можем Окончательно их зафиксировать Суперклеем Я буду использовать Суперклей от фирмы Гульф Наносим буквально капельку Суперклея В основание крылышек Этого будет достаточно Чтобы они держались крепко И никуда у нас не разбегались Следующим этапом мы переходим К монтажу хвостика Монтажную нить также Витком к витку возвращаем В сторону загиба В данной точке мы будем фиксировать Хвостик мушки Хвостик будет выполняться из шейного пера золотого фазана У меня такое же перо Уже брал вырезы Берем буквально 4-5 бородок Берем наш вырез Отмеряем длину равной длине крючка Подносим к точке крепления И фиксируем поверх цевья И проматываем все остатки Пера по направлению колечка Формируя ровную подложку Дойдя до подъема Где у нас был срез по крылу Мы излишки удалим И закроем остатки Далее нам потребуется Перо павлина Бородка пера У меня такое глазковое Берем буквально Одну бородку Отщипываем слабый кончик И фиксируем На цевье Около Нашего С вами хвостика И начинаем формировать Заднюю часть Тело мушки Аккуратненько Чтобы не порывать перо Виток к витку Проматываем По цевью Сделаем буквально Три оборота Монтажную нить Немного вернем Назад И зафиксируем Остатки Перо павлина Один Два Три оборота И излишки удаляем Можно отрезать Но можно оторвать Довольно слабое Далее нам потребуется Овальный люрекс Серебристого цвета Отрезаем Небольшой кусочек И фиксируем Также на цевье Проматываем До конца Излишки здесь Удалим И вернем Монтажную нить Немного вперед Также закроем Остатки Люрекса И сейчас нам потребуется Небольшой Кусочек Красного шелка У нас красный шелк Нить можно даже Точнее шелк Можно Разделить пополам Слишком Много нам шелка Не надо Сейчас мы его разделим Елась мы чуть поменьше И зафиксируем Точно так же Его на цевье Закрепим немного Промотав вперед И начинаем Формировать Нашу красную Точку На теле мушки Проматывая По направлению К загибу И возвращаем Шелк Обратно И закрепляем Буквально Два оборота Немного Лишнее отрежем Пока Но не до конца И приступим К формированию Обмотки Люрексом По телу мушки Буквально Так же Два-три оборота У нас получится И Фиксируем Теперь окончательно Все излишки Можем подрезать И немного Прикрыть Монтажной нитью Естественно Повторяем Такую же Операцию Как мы делали С пером Павлина Первый раз Повторяем После красного Шелка Второй раз Фиксируем Павлина Излишки Можно подрезать Если они у вас есть Аккуратно И точно так же Начинаем Проматывать Перо Павлина Ну Сделаем Так же Буквально Два-три Оборота Достаточно И Закрепляем Излишки Удаляем Затем Затем Берем Перо Из седла Петуха Цвета Golden Badger И так же Фиксируем Его На Цевье Монтаж Переводим Вперед Закрепляем Немного Эту Остинку И излишки Отрезаем Здесь Мы можем Немного Донести Ваксы На Монтажную Нить И Сформировать Более Плавный Переход Вот В задней Части Крыла Передней Промотаем Немного Под крылом Монтажную Нить И Немного По направлению Колечко Ну и Приступаем Теперь К формированию Хакла Мушки Делаем Буквально Два Оборота За Крылом И Переводим Наше Перо Вперед Крылышек И Продолжаем Формировать Хакл По направлению Колечко Обратите Внимание Что мы Оставим Немного Свободного Места Примерно Так же Около Миллиметра Чуть меньше Миллиметра Для того Чтобы В дальнейшем Зафиксировать Перо Куропатки Я думаю Можно сделать Еще один Оборот И Окончательно Зафиксировать Перо Один Два Оборота Излишки Мы Удаляем Парочку Закрепительных Лишнее Можно Убрать Пинцетом Подготовим Площадку Под Закрепление Перо Куропатки Берем Небольшое Перо Куропатки Убираем Пуховую Часть Отводим Бородки Назад По Максимум И Удаляем Левую Сторону Она Нам Не нужна Получается Вот Только Остается На правой Стороне Бородки И По Количеству Оставляем Буквально Один Два Витка Я думаю Примерно Такого Количества Хватит Получается У нас Такое Количество Бородок Фиксируем Это Около Колечко Излишки Удаляем Фиксируем Немного Берем Передержатель Для удобства И Формируем Такой Вот Хакл Спереди Из Пера Куропатки Один Тут Даже На два Оборота Хватит И Фиксируем Глость Еще парочку Закрепительных Оборотов Поправляем Куропатку Астинку Можно Отрезать Самый Корешок Аккуратно Разведем Бородки Куропатки Равномерно Поправим Сделаем Пару Еще Фиксирующих Оборотов Монтажной Нити И Сделаем Финишный Узел Я Сделаю Полузла Один Полузла Для Постановки Полузлов Я Использую Такую Приспособу От Stonefall Очень Удобно В таких Вот Моментах Аккуратненько Поставить Финишные Узлы И Излишки Монтажной Нити Уже Удаляем Поправим Куропатку Поправим Хвостик Обязательно Добавим Капельку Клея Лака Кому Что По душе На Финишный Узел И Наша Красавим Ушка Готово Можно Конечно Даже Крыло Посадить Немного Ближе К колечку Так же Как у вас Получится Как вам Будет Удобней Тогда Можно Будет Сделать Больше Оборотов Ёршика Хакла Сзади Перед Крылом Нежели Чем Спереди Ну Это Уже На Ваше Усмотрение